Ну вот я думаю, что в медицине сегодня две вещи наших сильных. Первое, это все-таки люди, с которых все начинается, потому что, еще раз говорю, трудно как-то понять, если вот сам не коснулся. И второй момент, думаю, что все-таки очень много сделали, потому что вот еще раз говорю, господи, переоборудовали, так понимаю, вообще прям на раз-два-три. Изменения, они просто всеобъемлющие. Вот, начиная от записи в консультацию, я еще помню это время, когда мы приезжали на полдня в консультацию, девочки там бедные, честно говоря, теряли сознание. Ну, потому что положение такое, как бы требуется одно внимание. Вот, а сейчас все легко, записываешься через доктор 71. Разница по сравнению вот 10 лет, разница очень большая с больницами, и как они оснащены, и как кормят. Колоссальный прорыв, скажем так, произошел. Я была очень поражена, находясь на дачном участке. Скорая помощь приехала просто мгновенно. Врачи очень точно и четко поставили диагноз. Очень быстро меня госпитализировали, только с огромными словами благодарности вот к врачам, которые вели и ведут. Я вот осталась жить, и понимаю тому, что, да, была на волоске от смерти, и в благодарность им я буду жить долго и счастливо. В 2020 году регион столкнулся с серьезным испытанием. Пандемия коронавируса потребовала от органов власти быстрых и четких решений по развертыванию госпиталей, закупке оборудования, средств защиты и лекарств, а от медиков — новых знаний и навыков, сил, терпения и мужества. Чтобы не допустить развития эпидемии в этом году, все усилия брошены на новый фронт — вакцинацию от коронавируса. У жителей региона есть возможность привиться в удобное для них время — в поликлинике, торговом центре, МФЦ, на работе или на даче. 2020 год подчеркнул важность развития отрасли, и сегодня здравоохранение — безусловный приоритет Тульского региона. В Ланекинской больнице открылся третий региональный сосудистый центр. Благодаря современному ангиографическому комплексу врачи спасают жизни пациентов с тяжелыми сосудистыми патологиями. Областной онкологический диспансер дооснащен современным диагностическим и лечебным оборудованием. По инициативе главы региона Алексея Дюмина строится суперсовременный онкоцентр на 340 мест. Новый комплекс объединит все имеющиеся мощности онкологической службы и сконцентрирует их в одном месте. Строительство завершится в 2023 году. Повысить качество и доступность медицинской помощи в поликлиниках и ФАПах призвана программа модернизации первичного звена. Ее ключевые задачи — в течение пяти лет привести в порядок устаревшие здания, обновить материально-техническую базу медучреждений. В этом году в рамках программы в регионе установят 32 ФАПа и одну амбулаторию. Капитально отремонтируют 12 поликлиник в Туле и районах, 5 ФАПов и одну амбулаторию. Медучреждения получат 116 служебных автомобилей. Еще одно важнейшее направление — повышение доступности и качества медицинской помощи беременным женщинам и новорожденным. В этом году начнет работу новый корпус перинатального центра. Оснащение учреждения позволит выхаживать даже самых сложных пациентов. В новом современном здании будут работать более 50 врачей и 90 медработников среднего звена. Регион продолжает решать кадровый вопрос в сфере здравоохранения. В дополнение к федеральным выплатам по программам «Земский доктор» и «Земский фельдшер» действуют региональные выплаты врачам востребованных специальностей. Предоставляется служебное жилье. На базе ряда школ Тулы и Новомосковска работают медицинские классы. В них обучаются более 300 ребят. Они готовятся к поступлению в профильные медицинские вузы, чтобы после окончания обучения вернуться в регион работать. Я решил поступать в Тульский медицинский институт. Для того, чтобы поступить, нужно набрать достаточно большое количество баллов. Брал я свое целевое место в Тульской областной экологическом диспансере. Мне нравится работать с людьми, а помочь тяжело больным детям, людям – это считаю важной целью нашей жизни. Вот ни одна другая профессия не может так помогать людям, спасать их жизни, вытаскивать из, казалось бы, неизлечимых ситуаций, видеть радость от того, что человек полностью выздоровел или же как-то полностью сумел поправиться, или его там товарищ, или его друг, жена, не важно, кто это, сумел как-то воспрять, воскреснуть как будто бы. Это великое чувство, которое ощущается только в медицине. Что хорошего? Хорошего то, что наконец-таки у нас в Тульской области в связи с открытием третьего регионального сосудистого центра появилась возможность всех пациентов, у которых устанавливается диагноз «острый коронарный синдром», то есть это нестабильное состояние, которое может привести к смерти, теперь госпитализировать непосредственно именно в центр, который обладает возможностью выполнения коронарографии. То есть все эти три центра оснащены ангиографами. Этот год был очень тяжелый для всех нас. Коронавирусная инфекция коснулась каждого. Каждой семьи, каждой больницы, каждого медработника. От обычной санитарки до главных врачей. Я хочу пожелать вам, чтобы в этой борьбе за здоровье наших пациентов, за наше собственное здоровье вы не сдавались. Хочется сказать нашим пациентам, что нужно вовремя обращаться в поликлинику, проходить диспансеризацию, по возможности прививаться от разных заболеваний, от пневмонии, от гриппа, ну и сейчас уже есть прививка от коронавирусной инфекции, чтобы мы могли в свою очередь не заниматься теми больными, которыми может заниматься поликлиника, а могли заниматься больными, которыми мы могли быть полезны. То есть это экстренные больные, больные, у которых инфаркты, инсульты, и которые попали в какие-то чрезвычайные ситуации.